У меня в девять годы прямо в лифте были опранутые хлопцы под сантехников, одели браслеты, представились, ну и сказали, что поклали ввозь то, что есть решение в дискриминальную справу, у меня будет Герошу. Ну и он был с девяти до пятнадцати год. Забрали компьютеры, забрали там легкие паперы, я ничего не вызначивающее, сказали, что описано, подписали, описано машину мою Toyota, Quatero, и нажали мало, что было описано в Ухазе, кроме Sony телевизора и там музыкального центра, какие-то старые, потому что там ничего не было. Я скажу щера, что я податки своих заработков за счеты плачу, и никаких грушек я не имел и не имею, для того, чтобы за счет и отказывать то, что я мне там придумал. А то, что профсоюз является сябром международной организации, индустриал, и то, что он сябрует не только с российскими, а с литовскими, с украинскими профсоюзами, с усим светом, это усим ведом. И то, что мы проводили и будем проводить и с встречи, и семинары обучающие, без этого профсоюза не могут спрацовать. И это будет, это будет рабиться. Мне надо, что сегодня РЭП может быть одна из многих организаций громадских, яка активно обороняет интересы працованных и беспрацованных людей. И на виду того, что до осени тут уже рукой подать, а экономический стан республики безумно, и он не отправляет тому, что давали загадки, какие повинны быть, как-то мне бы эти 500 долларов. То есть позиция у РЭПа давно, и она ведомая по обороне социально-экономичных правов людей, и она меняться не видя ни в каким выпадку. И сейчас, на мой взгляд, зроблены такие резкие уплы на то, что вот, бачите, что мы заробили, сколько людей заробили ператру, сколько допитали, так что вы повинны усе встать в один гланцок и процевать, так это вам скажут выше. Вот, на мой взгляд, это первое, что у Лада заробила, виновата. А теперь вы сейчас ждете, какие международные реакции? Зимовно. Мы и взвернулись, мы входим в Международную организацию «Индустриал», которая объединяет 52 миллиона рабочих, и она находится в Женеве. Мы тут и взвернулись, мы все это расправили, и мы ждем, что будет адекватная ряда. А какие у вас за справовый статус? Я подозренный. Подозренный, да? Подозренный. Суперсваза, где наше решение выставлено? Нет, я думаю, есть постанова, я кем меня подозрели, что я уклонялся от податков. Вот это справа я найдешь, и я вчера побыл до 20-30, там, на Петрусядровке, и, ну, был. Вызвали меня там, к чему, вот, и кого запитать. А с Комником что? Игорь Комник, на жаль, зараз на Крестина. Его вчера туда отвезли. У него, скажу, там, тоже со складом дороги не зусим, потому что там и новиком, а вы знаете, реки не так просто передать туда. Зараз мы за этим працуем, чтобы передали туда петли с некими, чтобы дали эти реки, там же там их нема, никто их не выдает. Это все говорит, что механизмы, конечно, оттиску на независимую организацию, они те же. И, правда, тут причины, которые называются подорогенными, лежат на поверхности. Это будущая осень, это невыращенность социально-экономичных пытаний, это достатково открытая и строгая, и принциповая позиция профсоюза РЭПа. По этих пытаниях осень, активный удел в обороне правоупрационных. Это все примусило влады, ну, сделать такой превентивный удар. Тем более, что эта справа 2011 года, это не новая справа, вот, глядите, 6 годов прошло, и она всплывает только сейчас, как бы. В целом, 7 годов. Что в этой справе вовле еще не сразумело, что там будет, чего там нема, або это все еще только попыль, что, вот, как бы, починается, и видовочно, что гэта справа мая политичный контекст. Вот, это не праца податковых органов, это спланованная акция супраць незалежных профсоюзов, тем более, что в общеке отбылись и не только в РЭПе, они отбылись и, так само, в инших профсоюзных, значит, организациях. Это все показывает, что просто был нанесенный, таки, попереджальный удар, и вот улика марульной, такой, социально-экономичной ситуации. И, конечно же, мы, два русские правообороны, эмоционально заклопоченные в этом. Мы бачим, что те обещанки владов, об полепшении климата у средней краины, об полепшении стасунков с международной супольностью, они застаются обещанками, обещанки-социально, так вымоюсь, а реальные деньги, они повторяются с одного рада в другой раз, и они накерованы на, как раз, разгром оппонентов, разгром демократичных громадств, демократичной супольности в Беларуси.